Поэтому ответьте, пожалуйста, на опросник, и это позволит иметь представление нам, каким образом сегодня, соответственно, вести вебинар, сколько новичков у нас присутствует. Всегда мы мотивируем и пагетируем, можно сказать, приглашать на данный вебинар именно новичков, потому что здесь четко выражено, мы даем максимально краткую информацию, так скажем, максимально понятную информацию, в первую очередь для новичка. И, собственно, делаем это с сознанием дела, как оказывается, и отзывы со стороны, и, соответственно, далее сразу идет в этой же комнате расширенный технико-экономический вебинар, и коэффициент перехода новичков обычно составляет 90-95%, то есть все в основном заинтересовываются проектом, и как им невозможно вообще не заинтересоваться на самом деле, так как данный проект является наиболее глобальным, масштабным на сегодняшний день в мире, не побоюсь этого слова. И об этом вы узнаете, вы поймете непосредственно в видео, которое было представлено, любезно, ЗАО «Струнные технологии», делом пресс-службы под руководством Михаила Кириченко. И, соответственно, непосредственно то видео, которое было представлено на экофестивале, который у нас в недавнем времени прошел, 23-24 апреля, и это был грандиозный праздник, дамы и господа. Все, кто желает, также на расширенном технико-экономическом вебинаре мы сбросим ссылки непосредственно на вещание об этом фестивале, и мы постарались передать Сергею Анатольевичу максимально наши, в первую очередь, эмоции, и, во-вторых, сравнить, каким образом развился проект буквально за полгода, именно в виде строительства, в виде воплощения технологии в жизнь, в металле, в железобетоне, соответственно, в металлоконструкциях, в станции, в опорах, которые уже установлены. Итак, присутствует 65 человек, проголосовало 12, тот, кто не проголосовал из новичков и не умеет, может быть, этого делать, поставьте циферку 0, либо 1 в чате, нажмите Enter, и, соответственно, это позволит видеть, опять же, сколько у нас новичков присутствует. Обычно новички не голосуют, так как не все привыкли к такой форме голосования, но мы выявляем уже, сколько новичков присутствует на том или ином вводном технико-экономическом вебинаре, когда происходит переход с одного вебинара на другой. Ну, а я, соответственно, с вашего позволения начну непосредственно саму часть презентации. Это презентация о проекте Skyway, о сети Transnet, об Анатоле Эдуардовиче Ницком и, соответственно, на каком этапе на сегодняшний день уже находится проект, Почему уже поддерживает проект более 300 тысяч людей по всему миру и почему это число растет в геометрической прогрессии? На самом деле, мой ответ предельно прост, так как данная технология, технология Skyway, необходима более чем 99% населения Земли. И, соответственно, Кирилл Шимко, рекордсмен книги рекордов Гиннеса, это тот человек, который поддерживает нашу технологию, наш проект, тот человек, который выразил желание помогать и участвовать в организации Экофеста, Именно как участник непосредственно спортивный, силач и, соответственно, очень волевой человек, такие люди также поддерживают наш проект, несмотря на то, что, казалось бы, многим может показаться, что спортсмены далеки от науки, от технологии, но спектр наших инвесторов совершенно разный. И Кирилл Шимко, это тот человек, который поддерживает наш проект. И во второй части я расскажу небольшой вам алгоритм, каким образом использовать эту информацию для оповещения достаточно широкой среды и группы лиц, те, кто следует здоровому образу жизни, те, кто посещает спортзал. То есть это непосредственно моя мысль, моя методика, техника продвижения нашего проекта, потому что более, повторяю, 300 тысяч людей уже по всему миру продвигает проект, кто пассивно, кто активно. Более 50-60 тысяч регулярно инвестирует в проект. И эта технология, технология Skyway станет основой нового технологического уклада. Естественно, на сегодняшний день, дамы и господа, мы с вами живем в эпоху хай-тек технологий. То есть это высокие технологии, это смартфоны, это различные гаджеты, это различные микросхемы, процессоры, устройства. То есть уже подходит к созданию квантового компьютера, то есть это сверхмощный компьютер. И на самом деле интернет, казалось бы, такое простое изобретение, то есть именно связь между различными компьютерами. В начале это было с помощью проводов, то есть модем, модемное соединение было, затем это уже было оптоволоконное, сейчас Wi-Fi мы используем. И модемы ушли в прошлое, и раньше пейджеры также вместо SMS использовались буквально считанный год, я бы сказал. То есть в России как появились, так и ушли, соответственно, в историю данные устройства. И это неизбежный технологический прогресс, дамы и господа. На сегодняшний день ситуация глобальная по всему миру находится на такой грани, на таком этапе, что необходимы новые технологии, новый прорыв, чтобы избежать, либо хотя бы сгладить, снивелировать грядущий мировой экономический кризис, финансовый кризис. И все вы это наблюдали в виде кризиса Великой Американской депрессии, например, и Америку из депрессии вытащила железная дорога. И, соответственно, естественно, эпоха Генри Форда, эпоха Эндрю Кернеги и так далее. И вот эти вот гиганты, промышленные гиганты, они как раз таки формировали в том числе тот, на тот момент технологический уклад. И также я могу привести пример эпохи доткома, то есть почему назывался дотком термин, потому что дот это точка, точка ком. То есть точка ком это обозначение интернет ресурсов, поэтому таким образом обозначались именно технологии, которые использовались для интернета, использовались для расширения коммуникации и так далее. И также последовал кризис, он последовал в 2002-2003 годах, в 2008-2009 годах. Как вы все прекрасно, я думаю, заметили, и в России, несмотря на то, что это коснулось, казалось бы, не сильно, так как у нас достаточно хорошая цена на нефть была. И, собственно, минимально заметно по сравнению, допустим, с Грецией, с Испанией, с Европой, коснулся кризис Россию. Но в США это фактически был предкрах. И как раз таки это следовало из-за того, что тот или иной технологический уклад достигал своего пика, достигал своего потолка по технологиям, по капитализации. И как раз таки технология Transnet, это, во-первых, необходимое звено вообще будущей мировой логистики. Это будущая мировая транспортная, энергетическая, коммуникационная, информационная и даже социальная сеть. Почему такое объединение, вы узнаете чуть позже. И, соответственно, это основа нового технологического уклада. То есть, если хай-тек технологии, то здесь будут скай-тек, соответственно, технологии, по нашему мнению, по имени технологии Skyway. Это струнная технология Анатолия Эдуардовича Юницкого, которая появилась на самом деле, дамы и господа, не год, не пять, даже не десять лет назад. Она появилась более 35 лет назад, то есть фактически уже 40 лет. И можно привести такой пример, как Моисей бродил по пустыне. Также Анатолий Эдуардович Юницкий со своими изобретениями, гениальными, прорывными изобретениями, остановился на двух изобретениях. Одно из них он представил в 88-м году. Несмотря на то, что Анатолий Эдуардович является автором более 50 различных изобретений, более 70 патентов было оформлено, и капитализация его изобретений исчислялась миллионами рублей именно в деньгах с СССР. Но Анатолий Эдуардович Юницкий избрал путь продвижения системы общепланетного транспорта, то есть это по аббревиатуре именуемое ОТС. И далее, соответственно, пришел к логике струнного транспорта. Сейчас это абсолютно взаимосвязанные вещи, но в 88-м году на конференции по неракетной индустриализации космоса, по неракетному освоению космоса, Анатолий Эдуардович Юницкий представил концепцию, которая на тот момент была не то, что опережая время, просто даже интернет еще не появился, то есть сеть нашего с вами времени, сеть текущего века, и Анатолий Эдуардович Юницкий представил, как вывести промышленность в открытый космос. Саму технологию, сам концепт, и в технике молодежи было написано, и во многих журналах на самом деле. Но так как технология намного пережала события, она не была востребована на тот момент, хотя многие процессы, которые сейчас происходят, и благодаря которым происходит заключение Парижской конвенции соглашения по изменению климата, более 140 стран подписало. На самом деле вот таких соглашений, таких договоренностей можно было избежать, соответственно, еще тогда можно было снизить экологическое воздействие на нашу планету Земля. Но так как отклика данная технология глобальная, масштабная, всепланетная, я бы сказал, технология не получила, Анатолий Эдуардович Юницкий, будучи логическим мыслящим инженером, изобретателем, пришел, соответственно, к концепции струнного транспорта, именуемого именем, соответственно, изобретателя, инженера Юницкого. И сквозь огонь, воду и медные трубы, можно сказать, данный проект прошел. Были испытания в 2000-х годах. Проект до этого получил грант фонда космонавтики СССР, грант получил поддержку фонда Госкино СССР. Анатолий Эдуардович Юницкий, член Федерации космонавтики СССР, доктор технических наук. То есть второе образование и одно из образований, так как у Анатолия Эдуардовича достаточно много высших образований, это патентное право. И, соответственно, логика вся пришла к созданию простого, дешевого, комфортного, безопасного, энергоэффективного транспорта второго уровня. И первый концепт, именно путевой структуры, был опробован в городе Озера Московской области. Испытания проходили с 2001 по 2009 год. И финансировал этот проект некто иной, как губернатор Красноярского края, бывший губернатор Красноярского края, Лебедь Александр Иванович. К сожалению, Лебедь Александр Иванович трагически погиб, но знаменитой его фразой было изречение, что струнным технологиям, струнным дорогам в России действительно быть. И сквозь года, так скажем, с 2001 по 2009 год, действительно простоял данный полигон. И почему называется полигон, а не технопарк? Потому что в 2009 году на заседании Госсовета России по инновациям в транспорте, и при докладе в виде презентации одним из губернаторов, господином Морозовым, была предпринята попытка именно принятия технологии SkyWay в программу развития, спецразвития Российской Федерации, программу диверсификации экономики, то есть созданию совершенно инновационных, прорывных транспортных путей сообщения в Российской Федерации и, соответственно, снижение зависимости от нефти и нефтедоллара Российской Федерации экономики. Но на тот момент, несмотря на то, что президент Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что финансирование найдете, реализуйте, после данных событий неизвестные люди по неизвестным причинам приехали и просто уничтожили полигон в озерах газорезками, бензопилами, спецтехникой буквально за сутки многотонные конструкции были разрушены и увезены в непонятном направлении, опять же говорю, по неустановленным причинам, то есть никому не было понятно, почему это произошло. Но этот этап заставил задумываться Анатолию Эдуардовичу Яницкого также после проведения многочисленных переговоров с олигархами, с мощными госдеятелями, как иностранными, так и российскими, с потенциальными крупными инвесторами, которые вели переговоры на уровне, что все, соответственно, необходимо, наибольшая доля им, а наименьшая доля Анатолию Эдуардовичу Яницкому и команде по струнным технологиям. Но это, естественно, никак не могло быть принято как вектор развития, как стратегия развития Анатолия Эдуардовича Яницким. Поэтому в 2013 году была начата стратегия, очень рискованная на тот момент, но, как выясняется, на сегодняшний день самая нужная, самая своевременная стратегия начала краудинвестинга, то есть начала народного финансирования. И на сегодняшний день были достигнуты те результаты, которые не были достигнуты за десятилетие продвижения технологии Анатолия Эдуардовича Яницким. Это позволяет, дамы и господа, и поймите эту ценность, это грандиозная ценность в первую очередь. Я обращаюсь, дамы и господа, новички, к вам, что сегодня ни ваши родители, ни ваши дети, внуки не будут иметь возможности, которые вы имеете сегодня. Это инвестиции высокоприбыльный, но венчурный, технологичный, инфраструктурный бизнес. По оценкам многих специалистов, струнная технология Анатолия Эдуардовича Яницкого. И сбросьте, пожалуйста, ссылку на замечательную статью, я ее внес в хронологию, которую веду по важнейшим событиям, которая появилась в международном журнале, в мировом выпуске Story. То есть это серьезный журнал, специализирующий на различных событиях и освещении тех самых важных, самых интересных событиях жизни нашей планеты и различных государств. И как раз таки технология SkyWay многими экспертами, дамы и господа, представляется как наиболее перспективное, рекомендуемое к внедрению. Даже инновационный признал экспертный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации 11 февраля 2016 года. 25 марта на заседании одной из рабочих групп, также при Министерстве транспорта Российской Федерации, технология SkyWay уже была признана перспективной. И это не просто слова, дамы и господа, это действительно признание. Также в Австралии при содействии Рода Хука, который появился как раз таки через канал именно народного финансирования и просто знакомство одного из наших инвесторов произошло с экс-министром транспорта и инфраструктуры Южной Австралии, Родом Хуком. И сейчас он занимается продвижением серьезных адресных проектов, пилотный проект. Мы уже в открытую говорили и скоро начнется его реализация. Это проект между двумя кампусами университета. Это будет городской пассажирский транспорт и демонстрация городского пассажирского транспорта и также легкого прогулочного спортивно-экскурсионного транспорта произойдут на экотехнопарке в городе Марьиногорка под Минском, Минская область, Республика Беларусь уже осенью 2016 года. Соответственно, многие не верили, когда началось народное финансирование, что с помощью именно такой системы, подобной финансирования, нестандартной системы для продвижения корпорации реально действительно развивает данный проект. Но сегодняшние результаты говорят о том, что это не то, что реально, это единственно правильно выбранный путь и, соответственно, таким образом по декларируемым срокам мы можем действительно в 2017 году продемонстрировать уже высокоскоростной транспорт. Чуть позже осени 2016 года продемонстрировать грузовой транспорт. Возможно, это будет одновременно с городским пассажирским и легким прогулочным спортивно-экскурсионным транспортом. И уже сейчас, дамы и господа, ведется строительство. Это очень важная ценность также, которую каждый новичок должен понять, потому что без строительства это были бы просто слова, это была бы просто визуализация, это были бы достаточно сложные, правильные технические расчеты, но все было бы на бумаге. На сегодняшний день все реализуется уже не только на бумаге, не только в виде технической документации, не только в виде совещаний научно-производственного конструкторского предприятия, которое состоит из более чем 13 КБ под руководством генерального директора и генерального конструктора Анатолия Эдуардовича Юницкого, но уже в воплощении в виде реального строительства. Я могу сказать, приведу такой простой пример, тот спортзал, который находится возле здания, точнее не спортзал, а бассейн, который строится возле здания, где находится мой спортзал, я регулярно его посещаю, вижу процесс строительства. Началось строительство фактически одновременно со станции. И станцию нашу строят намного быстрее на народные деньги, на народное финансирование, чем строятся на частные достаточно крупные инвестиции, здания, корпус под бассейн возле спортзала. Это заставляет задуматься и людей с моего непосредственно города, с города Челябинска, приведение в такое сравнение, позволяет говорить о том, что проект действительно развивается достаточно быстро. То есть не старайтесь говорить максимально сложно о нашем достаточно непростом с точки зрения технологии проекте. Старайтесь доносить, в первую очередь, людям ценность. И какая ценность для каждого из нас с вами есть в данном проекте, это огромная и очень высокая экологичность. То есть это ценность и экономический потенциал, который невозможно оценить. Это исчисляется в десятки, а то и в сотни триллионов долларов. Именно восстановление экоструктуры нашей с вами планеты. То есть если раньше, допустим, в средние века, даже вот при том факте, что министерства и различные органы правительства при Великобритании закрывали ставни, чтобы не слышать и не чувствовать этот невыносимый запах от реки Темза, на сегодняшний день действительно, так как технологический прогресс шагнул далеко вперед и уже не используется гужевой транспорт, уже используется автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт. Соответственно, реки действительно очистились от отходов животных, от отходов пищевых, то есть от мусора, мусороперерабатывающие заводы сегодня появились. Но мы столкнулись с более серьезной проблемой. Это проблема выхлопных газов, проблема СО2, на которой необходимо вводить налог в тех странах, на мой взгляд, где его нет, и, соответственно, проблема парникового эффекта. Именно поэтому более 140 стран подписали конвенцию Парижское соглашение об изменении климата. Еще одна ценность, которую будет нести транспорт второго уровня для нас, это дешевая и огромная скорость перемещения на транспорте второго уровня по струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. Допустим, с Москвы до Владивостока вы сможете доехать буквально за 1000 рублей, чего не скажешь о современном перемещении, именно в ценообразовании, если говорить по цене, на самолете, допустим. И скорость перемещения будет примерно та же, что и на самолете, но без простаивания в пробках, так скажем, именно логистических, при ожидании, при пересадках, при ожидании следующих рейсов самолетов, при проходе на посадку. Этого всего не будет. Будет максимально упрощенная система посадки, высадки пассажиров, и это будет действительно концепция мгновенного перемещения. Более того, мы сможем перемещаться по континентам и по материкам. На сегодняшний день можно с Евразии попасть на территорию Америки, то есть через Беринга пролив. И, естественно, я говорю, что да, это будет возможно. И то, что следует знать каждому новичку, я могу сказать, что это незыблемая аэродинамика. Это действительно то технологическое качество, характеристика, которые должны обладать высокодинамичные составы, подвижные составы. Что касается подвижного состава Skyway, то я могу сказать, что именно нахождение над землей увеличивает коэффициент аэродинамического сопротивления более чем 2,5 раза. Коэффициент сопротивления к качению колеса и так далее также максимально эффективный по сравнению с железнодорожными составом и так далее. И КПД колеса, и международный академик, соучредитель Международной академии теории решений и изобретательских задач Михаил Орлов также подтвердил, что максимально эффективное колесо и, соответственно, КПД колеса действительно у струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. Это позволяет нам значительно экономить топливо, материалы при строительстве. То есть многие задают вопрос, почему же струна, почему называется струнная технология и почему действительно очень много материала будет экономиться. Ответ очень прост. То есть две либо параллельные струны, либо если это подвесной транспорт, какая-то иная конструкция, соответственно, это предварительно напряженная, растянутая, закрепленная на концах анкерных опор, неразрезная статически неопределимая конструкция. То есть это в любом случае так, независимо от типа струнного рельса. И, соответственно, стальные проволоки растягиваются, напрягаются, закрепляются. Далее идет элемент крепления, чтобы они не болтались, были упорядочены. Далее идет омоноличивание специальным бетоном. И марку бетона недавно вывели, именно для нужд Skyway, чтобы прокачивать на километровые длины. И, соответственно, чтобы он был вязок и абсолютно так же быстро, при необходимости, затвердевал уже, когда был прокачан внутри струнного рельса. Далее ставится инновационная также стальная головка рельса. Это именно по конструкции колеса и на ролике, который вы увидите после данного вебинара. Замечательный, я считаю, ролик. Это один из самых лучших, я бы не сказал, промо-роликов. Это действительно история Skyway. Это действительно история Анатолия Эдуардовича Веницкого. Как он пришел к этой технологии. И что его подтолкнуло именно на изобретение струнного транспорта. Это действительно всечеловечное занятие. И поэтому многие люди на сегодняшний день присоединяются к нашему проекту. Но, дамы и господа, все, что я говорю, имело бы небольшой смысл, если бы уже не велось строительство. Если бы уже чуть больше 7 месяцев назад мы не получили бы землю. Если бы чуть меньше полугода назад мы бы не начали строительство. И я могу сказать, что темпы строительства развиваются очень и очень быстро. Например, вы видите фотографии еще мартовские. То есть просто для сравнения, чтобы было понимание, насколько быстро ведется строительство. Я представлю некоторые фотографии мартовские. И то, что уже произошло непосредственно предстало перед взором всех людей, которые присутствовали на эко-фестивале и посетили эко-технопарк. То есть это действительно огромное счастье и радость. В первую очередь в глазах инвестора. Естественно, в первую очередь в глазах самого Анатолия Эдуардовича Юницкого. Всей команды ЗАО «Струнные технологии». Что проект воплощается в жизнь и проект действительно развивается. То есть вот запомнили, пожалуйста, фотографии. И я хотел бы вам показать также фотографии, которые были представлены, сфотографированы непосредственно на эко-фестивале. То есть это 23-24 апреля. Я могу сказать, что действительно проект развивается достаточно серьезно и быстро. Уже установлены 18 промежуточных опор. Крайняя опора полностью металлическая, стальная. И это было сделано неспроста. Несмотря на то, что основная часть опоры из железобетонных конструкций, соответственно, крайняя, стальная. Для того, чтобы показать, что на любом типе рельефа местности можно использовать различные материалы промежуточных опор. Они могут быть П-образные, Г-образные формы и иных форм. И, соответственно, например, огромный показатель такой серьезный, то, что станция, совмещенная с транспортно-логистическим узлом, способна выдерживать нагрузку современного аэропорта, типа Дубайского аэропорта, например. И это будет позволять пассажирам, туристам, путешественникам избегать действительно серьезных ожиданий, серьезных очередей при прохождении досмотра и так далее, при прохождении паспортного контроля, которые как раз-таки скапливаются, потому что на самом деле огромная загруженность именно в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и даже в крупных городах также огромная загруженность наблюдается и на станциях ожидания автобусного транспорта. И, дамы и господа, этим самым я хотел бы вам показать и доказать то, что действительно на сегодняшний день мы находимся на таком этапе именно уже преддемонстрации, потому что уже осталось считанные месяцы, я бы сказал, и перед этим произойдет достаточно серьезное мероприятие в Берлине. Это выставка инотранс, и это та выставка, на которую мы не заявлялись, на эту выставку, соответственно, было прислано приглашение, и, естественно, ЗАО Струнные Технологии не может упустить этот шанс, где за какие-то баснословные деньги, допустим, как обычно заявляются компании, можно не просто участвовать, а представить технологию, представить технологию на стенде квадратуры более 50 квадратных метров и рядом, так скажем, с серьезными транспортными решениями «Симмонс», «Кавасаки» и другими. Я думаю, что 20-23 сентября в Берлине также будет переломным достаточно моментом для развития технологии Skyway. Ну а далее в октябре 2016 года произойдет уже демонстрация, и в ближайшее время начнется строительство уже промежуточных опор по спортивной экскурсионной легкой прогулочной трассе, и, соответственно, юнибайк по ней поедет, и юнибайк, вы видели на слайде, это подвижной состав массой всего 300 килограмм, рассчитанный на 1-2 человека. Дамы и господа, это абсолютная реальность, которая на сегодняшний день является достижением проекта, достижением народного финансирования. И на самом деле есть все предпосылки, что в 2017 году может такой возможности и не быть больше. Сейчас многие крупные инвесторы присматриваются, и непосредственно Сергей Анатольевич и я присутствовали на серьезных переговорах чуть больше уже трех с половиной месяцев назад. Сейчас ведется упаковка серьезных управляющих компаний, о них более подробно вкратце расскажет Сергей Анатольевич Сибиряков, и это доказывает именно высказывание первоначальной Казина Михаила Леонидовича, Делягина Михаила Геннадьевича по поводу Skyway, по поводу концепции народного краудинвестинга. Даже Жириновский Владимир Вольфович в своих недавних интервью также высказался о необходимости применения инновационных транспортных решений в Российской Федерации. В первую очередь он высказался о струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. И пока что даже, дамы и господа, есть возможность получить минимальный стартовый пакет, это 100 акций в подарок, которые теоретически возможно потенциально в ближайшей перспективе. Я неспроста говорю такие слова, потому что наш проект венчурный, произойти может все что угодно, и мы осознаем и допускаем риски. Но все же эти 100 акций вначале могут теоретически превратиться один к одному. Вначале это, я беру такой промежуток времени, как, допустим, 2-3 года, вначале это будет, соответственно, меньше доллара стоимость. Естественно, никто здесь преувеличивать не собирается. Но далее уже стоимость может, по примеру корпорации Apple, Google, Alibaba, составлять уже намного больше одного доллара. И, соответственно, эти 100 акций также могут достаточно неплохо скапитализироваться. Я уж не говорю о тех людях, которые инвестируют на сегодняшний день и заходят на замечательное нововведение, которое появилось чуть больше 4 месяцев назад. Это именно система рассрочек, где человек, закрепив свое условие участия в проекте, получение того или иного дискаунта, венчурной премии за свой риск, соответственно, будучи застрахованным от повышения именно ценности акций и, соответственно, снижение количества акций за одну и ту же сумму, может инвестировать одну и ту же сумму каждый месяц и, соответственно, рассчитывать свои вложения в зависимости от своих желаний, от своих возможностей. Но одно я могу сказать, что такие возможности, дамы и господа, бывают действительно раз в 100 лет. Ну а я передаю слово Сергею Анатольевичу Сибирякову. То есть все регалии, на самом деле, не перечислить этого человека, но самое главное регалия, я считаю, это то, что Сергей Анатольевич Сибиряков занимается Транснет уже более 15 лет, технологию SkyWay двигает более 15 лет и не останавливается, не собирается останавливаться, как и все активисты, которые на сегодняшний день помогают развитию проекта SkyWay. Сергей Анатольевич, вам слово. Друзья, приветствую. Как видно, как слышно. Спасибо, Алексей. На все вопросы с семинара, не с этим это я чуть позже отвечу. У нас, как вы уже по практике обратили внимание, первая часть, это с 12 до часу идет вводная часть для новичков, где мы постоянно из недели в неделю, изо дня в день с Алексеем доводим информацию для тех, кто только-только включился и, соответственно, получает первую информацию. На каждом вебинаре у нас по статистике отслеживают это где-то 20-30 человек, что, в общем-то, неплохо. Хотелось бы, конечно, чтобы было 200-300 человек, но я думаю, что тоже не за горами это время. А мы с Алексеем отрабатываем сейчас такую форму, довольно-таки структурированной, грамотной, четкой формы доведения информации, чтобы человек, который только попал в среду или в сообщество людей SkyWay, чтобы сразу получал максимум информации. Со временем, наверное, уже где-то с конца мая, может быть, там, с середины июня мы эту форму выведем в другую, скажем так, концепцию, в другую работу информации. Мы об этом тоже уже говорили. Вот это будет, скорее всего, очень хорошо грамотно оформленная уже такая запись. Вот именно студийная запись в трехмерном пространстве с демонстрацией на заднем. Ну, в общем, отрабатываем мы сейчас нашими партнерами очень такую форму. Поэтому, когда для новичков, когда вы обращаетесь, вы можете просто давать будете ссылку на такой вводный, скажем так, вебинар, для того, чтобы вы получали максимум информации. Причем, очень много людей сейчас, мы рекомендуем ходить на наши именно вводные вебинары, те, кто работает с людьми, те, кто доводит информацию, потому что мы с Алексеем постоянно совершенствуем форму, постоянно учитываем те запросы, те, скажем, пожелания, которые возникают, для того, чтобы вы ориентировались в том, что происходит. Естественно, что основные технико-экономические вопросы мы обсуждаем на вебинарах, которые идут в 13 и, соответственно, в 20 часов вечером для центральной части России, а в 13 это мы все-таки ориентируем для Сибири и Дальнего Востока, у кого сдвижка по времени. И поэтому наша задача, чтобы у вас было максимум информации, максимум аргументации для того, чтобы человек сделал следующий шаг. Естественно, что, друзья, нельзя в течение 30-40 минут дать исчерпывающие ответы о том, что такое SkyWay, что такое TransNet, что такое именно струнная теория инженера Юницкого, что такое группа технологий SkyTech, как TransNet будет распространяться, и что такое логика линейных городов, что такое шестые технологические уклады, которые вбирают в себя множество технологий, которые сегодня мы продвигаем. Это, друзья, многие не понимают и на протяжении уже года общения и находясь в проекте. Поэтому это, друзья, ничего страшного, нельзя и не обязательно все это понимать с первого раза, потому что проект, друзья, очень сложный, это пик сегодня науки, это острие научно-технического прогресса, и то, что мы сегодня делаем, это ориентировано, конечно, на ближайшее будущее, но которое мы сегодня делаем своими руками. Естественно, что то, что сегодня вызывает некое, скажем так, отторжение или непонимание у крупного бизнеса, у чиновников о том, каким образом такой проект, такого масштаба и такого влияния на техносферу, экосферу, вообще на всю цивилизацию в целом человечестве движется без поддержки крупных чиновников, без поддержки крупного бизнеса, вообще без, скажем так, проталкивания какими-то альгархическими структурами. Здесь как раз, друзья, в этом и постановке вопроса сразу и есть фактический ответ. И вот экофестиваль, экофест, который прошел неделю назад на прошлые выходные, позапрошлые, на эти выходные у нас уже была Пасха, вот, то есть сейчас идет такая светлая праздничная седмица, поэтому для тех, кто понимает, для кого эти слова не пустые, тех я поздравляю. Но это мы на следующем вебинаре с вами это все обсудим и сделаем, ну, поздравимся. А сейчас к пониманию, особенно новичков, кто зашел, или для тех, кого вы доводите информацию, не стремитесь, чтобы люди поняли с первого раза то, о чем идет речь. Потому что, как показывал общение, а экофест показал, что хотя мы рассчитывали, что приедет большое количество именно наших партнеров, и мы будем, ну, скажем так, в основном работать с теми, кто уже является в нашей команде, кто является в нашем, скажем так, векторе, или как модно сегодня говорить, тренде по работе в Skyway, тем не менее было очень много людей, которые только-только зашли в проект, в которых было очень много вопросов, и именно вот вопросы новичков, они как раз каждый раз нас наводят на том, как делать этот вебинар, как доводить информацию и каким образом позиционировать сегодня Skyway и то, что мы сегодня делаем. А то, что, друзья, деление нашего времени и именно интернет наш, как мы его называем, младший брат, дал возможность доводить информацию, структурировать сегодня именно финансовые потоки, создавая краудинвестинговую систему, обеспечивать юридическую защищенность инвесторов, которые входят и участвуют в проекте. Это все, друзья, как раз веление того, что раньше предположить и сделать было невозможно. Этого нельзя было сделать еще ни 5, ни 10 лет назад, потому что система интернет-банкинга, система такой связи, как сейчас мы с вами пользуемся. Я могу сказать, что недавно провели уже такое уточняющее позиции, сколько у нас сегодня стран и участников стран являются участниками проекта Skyway. И я могу сказать, что это уже более 60 стран. Раньше мы называли по прошлому уточнению цифру, друзья, это 47 стран, а сейчас уточнилось, и это более 60, там, уточняли, или 60, или 61 страна. Вот, то есть, друзья, я могу сказать, что это довольно-таки большая география, и очень надо поискать еще такого рода проекты, или поискать такого рода сообщества людей, которые объединяют в одном, скажем, там, стремлении, в одном решении задач, которые они предоставят, 60 стран мира. Вот, наверное, друзья, это соизмеримо только, ну, может быть, с Организацией Объединенных Наций, которая объединяет более 240 стран. Так вот, нам, конечно, до ООН еще несколько далековато, но, друзья, больше таких организаций в мире, наверное, нет. И это не то, что мы делаем какие-то амбициозные заявления, нет, друзья, это факт, и этот факт сам по себе очень-очень любопытный, потому что я не знаю больше таких проектов, которые объединяют людей из 60 стран. Причем, друзья, это фиксировалось именно по гражданству, не по тому, где человек проживает, а именно по гражданству, потому что у нас фиксируются для идентификации, верификации и выписки сертификатов именно паспортные данные и гражданство. И как раз вот именно по этой графе мы отфиксировали, что 60 стран. Это, друзья, конечно, говорит об очень многих факторах, о том, что основная работа у нас идет на русском языке, что основные наши инвесторы, это в основном русскоязычные, хотя на экофестивале у нас было очень много и поляков, чехов, бенгров, которые не говорят на русском языке, но мы очень хорошо друг друга понимали. Но это один из факторов. Ну и второй фактор, друзья, это о том, говорит, что доверие именно к русскому проекту, к русскому инженеру, тот, который сегодня, тоже весьма велико. И я очень на фестивале разговаривал с интересными такими уже именно представителями венчурных фондов Испании, был венчурный фонд Франции. И они откровенно говорят, и откровенно у них такая информация, что такой проект и понимание, что могут сделать только русские, его могут запустить только русские инженеры, и только русские могут на первом этапе в это проверить и профинансировать. Дальше, конечно, это сейчас уже выходит на совсем другие горизонты, потому что сейчас растет уже количество участников, которые уже далеко перешагнули за 300 тысяч человек. У нас растут ежемесячные объемы, соответственно, именно тех инвесторов, которые входят, и тех целевых инвестиций, которые сегодня идут в Экотехнопарк. Это тоже, друзья, как бы такой уже закономерный факт. И, соответственно, это сегодня не то, что позволяет утверждать, а сегодня мы уже являемся с вами свидетелями о цели и задачи, которые ставились три года назад, два года назад. Алексей уже эту хронологию вам показывал, и каждый раз мы говорим о том, что мы ставим цели, мы к ним приближаемся, открываются следующие, это так называемая логика горизонтов целей. Мы движемся, мы сегодня активнейшим образом работаем над адресными проектами, не дожидаясь сертификации, не дожидаясь даже демонстрации, потому что, друзья, в октябре месяце, когда очень многие вещи станут очевидными, и уже подключатся, и начнут запускаться конкретные проекты, к этому времени у нас будут уже десятки и десятки наработанных бизнес-планов, десятки и десятки наработанных уже конкретных адресных приложений и технологий, которые очень быстро начнут ее капитализировать. И эти проекты постоянно и постоянно увеличиваются. Мы с вами по мере активной фазы про такие проекты рассказываем. Естественно, то, что можно, это уже бизнес, это уже построение управляющих компаний, это уже построение с партнерами конкретных бизнес-проектов, поэтому об этом мы будем говорить уже по мере того, как информация будет раскрываться. На Экофесте в воскресенье 25-24 апреля Виктор Бабурин рассказал очень подробную работу по нашему локомотиву, эта работа в Австралии. Это тоже, друзья, знаменательный вопрос, чем, что наша структура, наши люди, то есть те, кто пришли в проект сначала как в MLM-проект, потом увидели в нем хорошую перспективу, потом стали развивать и доносить информацию, а потом туда стали привлекать уже серьезных политиков, экономистов, бизнесменов. И у нас в Австралии после полугода работы наш очень активный партнер привлекла Рода Хука, который сейчас с Юницким создали управляющую компанию. Сегодня рассматриваются уже более десятка, там порядка 18 конкретных проектов, и сейчас уже где-то в начале июня будет большая делегация инженеров, бизнесменов здесь в Марьиной Горке, которые будут уже конкретно рассматривать проекты, и мы уже буквально в ближайшие месяцы, то есть это июнь, июль, август, выйдем на реализацию уже конкретных адресных проектов, уже с землей, с бизнес-планами, с финансированием, со строительством. И строительство начнется еще в этом году. Это, друзья, очень для нас важный такой момент, потому что это начинает увязка уже нашего сообщества, как людей, которые доносят информацию и привлекают людей, инвесторов, и, соответственно, уже начало бизнес-проектов. Это тоже, друзья, все очень важно, и это тоже закономерный процесс. И не раз мы говорили, что у нас постоянные, постоянно идут переговоры и внутри России, и в ближайших странах СНГ, и евразийской зоны, и дальнего зарубежья уже о больших проектах, и по мере того, как мы с вами движемся, по мере того, как идет инвестирование в Экотехнопарк, аргументация и желание участвовать в этом проекте со стороны крупного венчурного бизнеса все больше и больше увеличивается. Но это, друзья, как раз такой обоюдный для нас процесс. Чем эта стадия будет дальше отодвинута, тем мы с вами, как участники именно краудинвестингового процесса, который создает краудинвестинговую, инвестпроводящую систему, и формирует за счет этого крупные венчурные пакеты, в которых закладываются большие дискаунты, как премия, премия за риск, премия за то, что на наших плечах это работает, премия за то, что когда никто не верил, а вы пришли и стали инвесторами и участниками этого проекта, естественно, друзья, это все закладывается в тех дискаунтах, которые сегодня предусматриваются при формировании венчурного пакета, вашего инвестиционного пакета. С мая месяца, конца мая, то есть у нас будет меняться логика формирования этих пакетов, логика дискаунтов, потому что риски резко снижаются и выходят в совсем другую стадию проекта. Соответственно, риск для тех людей, которые пришли сейчас или через месяц, и те, которые пришли год назад, это, соответственно, тоже совсем разный риск. Но это, друзья, для первого раза, для тех, кто вошел в проект, я думаю, что для вас это вполне достаточно информации. Мы очень много на наших встречах, на наших вебинарах в пределах того времени, который у нас есть с Алексеем, рассматриваем разные аспекты вопросов. Мы рассматриваем конкуренты, посмотрите, где-то трехнедельной давности наши вебинары. Мы рассматриваем недобросовестных, то есть сегодня тех людей, которые были раньше в проекте, а сегодня вредят и откровенно занимаются вредительством из-за зависти, из корысти. С некоторыми мы судимся, с некоторыми у нас есть такие очень нехорошие отношения, это далеко не партнерскими их назовешь. Мы рассматривали несколько технических моментов, связанных с технологическими укладами и именно классификацией проектов, которые сегодня идут в рамках шестого транснета, в рамках уже седьмого технологического уклада. Это тоже, друзья, все посмотрите записи, нельзя все понять и с первого раза, и в рамках одного вводного вебинара, поэтому смотрите, работа ведется очень большая, у нас практически каждый день на разной тематике ведутся вебинары, конференции, семинары, очень много идет работы в регионах, то есть где наши активисты и региональные представители собирают работу, мне задают вопрос. Лично я веду работу по Москве, и вот начиная с прошлой недели, мы ввели новую такую форму открытых семинаров, лекций, которые будут приурочены либо к какому-нибудь событию, ну вот как Эко-технопарк, который был в Крокус-Сити на прошлой неделе, где московское правительство пригласилось сделать доклад по новым видам транспорта. Конечно, они очень сильно об этом пожалели, но это, друзья, мы проанализируем с вами на следующем вебинаре. Вот, а дальше сейчас готовится ряд открытых лекций, которые будут проводиться в РГГУ, это Государственный гуманитарный университет, это в Баумановском университете, где у нас еще, в Московском дорожном университете. Мы будем проводить лекции именно по теме Транснета, по теме Скайвея, шестого технологического уклада, и будем приглашать, это будет открытая информация, давать заранее объявления, для того, чтобы вы могли поучаствовать, либо пригласить партнеров, тех, кто, чтобы могли посмотреть, послушать. Вот на следующей неделе, по-моему, готовится РГГУ, а через неделю готовится Дорожный институт. Но это, друзья, график мы будем тоже заранее выдавать, просто эта работа только-только началась, и мы сейчас будем ее активно таким образом применять, потому что это показало очень серьезную результативность, и, соответственно, второй момент, очень важный, который Алексей будет освещать на технологическом вебинаре, мы будем вводить и дальше практиковать такую форму, как работу с перископом, потому что на прошлой неделе, когда я проводил конференцию, там было в зале буквально где-то около 40 человек приглашенных, а за счет того, что мы буквально за несколько минут, мы в пределах часа дали объявления по нашим чатам и подключились к перископу, у нас было около 100, по-моему, там 10-120 человек, которые участвовали в перископе, а потом еще была запись, которая укладывалась. Это очень такая эффективная форма, и я думаю, что со временем, когда будут такие интереснейшие встречи, ну, там, допустим, интервью, там, с рядом министров, или еще там, которые мы будем проводить, и сразу с заранее согласованной трансляцией в перископ, то можно будет в любом месте с перископа участвовать в такой работе, смотреть работу. Я думаю, что это такая очень полезная на сегодняшний форма работы, поэтому мы будем обучать и рекомендовать вам, как работать с перископом, как устанавливать эти приложения на смартфоны. И вторая техническая часть, очень важная для перископа, что он не требует такого трафика, как, допустим, Мирополис, потому что Мирополис все-таки требует хорошего интернета и хорошего компьютера, а с мобильных устройств он ведет себя очень, как бы, так, некорректно. Может зависать, не давать определенные функции, а перископ как раз через Твиттер настроен на то, чтобы создавать большое сообщество людей, и я не исключаю, что со временем вебинары, на которых будут присутствовать там тысячи, две тысячи человек, они будут проводиться вообще только в перископе, потому что это сегодня очень такая оболочка, которая позволяет это делать. Но это, друзья, отдельная работа. Итак, друзья, у нас по традиции небольшой перерыв между первой и второй частью вебинаров. Для тех, кто для себя принял решение, что дальше он со Skyway не идет, что ему все ясно, ему неинтересно, с теми мы прощаемся. Хотя я думаю, что, друзья, через некоторое время транснет и Skyway коснется каждого, хотя бы потому, что вы все будете на нем ездить. И вы всегда будете помнить, что, когда приходила вам первая информация, вы в это не поверили, вы на это посмотрели, но это, друзья, реаль времени и относиться к этому надо абсолютно спокойно. Будет определенный процент людей, которые даже, когда это будет пользоваться, 90% это будет строиться по всему миру, они все равно будут в это не верить и говорить, что это, друзья, какая-то техническая афера или технически несостоятельное решение. Что, друзья, здесь объяснить или сказать мы, наверное, ничего не можем. Но при этом, друзья, есть всегда категория людей, и которых на сегодня момент, как я уже говорил, больше 300 тысяч человек. Это те, кто на ранней стадии входят, кто берут на себя смелость рисковать, кто берут на себя смелость продвигать и рассказывать, и говорить, что они участники этого проекта, вплоть до того, что даже вся машина обклеена Skyway и фотографиями именно уже подвижного состава. Это тоже, друзья, очень такой показательный момент. Поэтому, друзья, это все работа, которая ведется и которая нас всех в конечном итоге приведет к серьезному результату. Итак, друзья, небольшой перерыв, который мы обычно используем именно для того, чтобы показать последние новости в ролике. Мы специально чуть сдвинули это время, потому что именно с 13 до 13, там, 8, 13, 10 входит основное количество еще людей, которые, как всегда, все опаздывают и входят в последний момент. Поэтому, друзья, небольшой перерыв. Соответственно, следующий этап уже работа для тех, мы будем ориентироваться на тех, кто уже в проекте и для тех, кто с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok